Всем привет! Видео сегодня о том, как же мы в таком преклонном возрасте решились еще на одного ребенка. Мне, маме будущего нашего малыша, который уже родится буквально через 2,5 месяца, мне на данный момент 42, скоро, вот уже в ноябре месяце, мне исполняется 43. То есть мамой моего четвертого ребенка я стану в 43, а моему мужу 50. Да, очень много вопросов у меня именно в данной теме. Также подготавливаю тоже другие для вас видео о том, принимает ли участие, помогал ли мне мой муж-американец с нашими малышами, с нашей двойней. Множество комментариев о том, относительно режима, который мы выбрали для нашего ребеночка. Тоже я там где-то кратко упомянула в видео. В общем, развилась такая своеобразная дискуссия. Кто-то нас не поддерживает в том, что малыш у нас будет спать отдельно. Насколько важно малышу быть первого года жизни, быть именно с мамой, вблизи, в тесном-тесном контакте, на расстоянии максимум вытянутой руки. Это будет уже видео. Я получаю все ваши вопросы, замечания, комментарии. Я их складываю себе в отдельную папочку для того, чтобы сделать для вас видео-ответ. Поэтому, да, знаю, все скоро будет. Но в видео сегодня я бы хотела рассказать о том, почему я в таком преклонном возрасте решилась. Почему муж мой хочет еще один раз стать папой в свои 50 лет, когда уже многим самое время быть дедушками и нячить внуков. Поэтому видео сегодня будет именно в этой формате, в комнате, которую мы приготовили для нашего малыша. Имя которого я не разглашаю, да, потому что это большой секрет. Имя очень интересное, необычное. И узнайте вы о том имени, которое мы выбрали, уже когда наш малыш родится. Да, я уже так привыкаю, привыкаю. Но действительно считаю, что имя очень интересное. И думаю, что, в принципе, вам понравится наша идея точно так же. Да, котики уже у нас, видите. Итак, к теме этого видео. Хочу сказать сразу, да, что сейчас я буду петь демферамбы, скажем так, моему мужу. Рассказывать, да, что именно, в принципе, благодаря моему мужу я и решилась еще на одного ребенка. Расскажу маленькую историю. Это видео мой муж смотреть не будет, да, чтобы не думали о том, что вот там, для того, чтобы там мужа похвалить, да, записала там такое видео. Не нравится мне угол наклона, ладно. Это видео я снимаю для вас, для моих постоянных подписчиков. Мой муж не является подписчиком моего канала. И поэтому, да, то есть это я рассказываю больше вам. То есть мой муж, в принципе, да, он это делал ежедневно, продолжает делать сейчас. Является очень большой, огромной поддержкой для меня здесь, в Америке. И поэтому, в принципе, ему, как бы, ничего нового он в этом видео вообще для себя не узнает, по большому счету. А для тех, кто интересуется, опять-таки, да, тем моментом, какие американцы мужья, тоже расскажу в этом видео. Но здесь тоже нужно сделать, разумеется, ту самую поправочку, сказать, что не все американцы являются именно такими отцами, каким является мой муж, американец. Здесь тоже есть, скажем так, те люди, которым, ну, по большому счету, папой становиться было рано. Но, если брать статистику, во всяком случае, в нашем кругу общения, да, вот тех американских семей, с которыми общаемся мы, наши соседи, да, там те же самые. Я всегда вижу одну и ту же картину. Я всегда вижу папу, который помогает маме, который ходит с малышом на детские площадки, который купает малыша, который, там, присматривает, да, за ними, который их кормит. Тоже у нас была, там, к примеру, соседка, мы стояли, общались, и тут, ну, малышу нужно было поменять памперс, пошел запах. При этом мужчина стоял, общался с тремя, с двумя другими мужчинами, потому что было просто трое мужчин. И мы тоже, вот, три женщины стояли, общались. И она ему тогда так спокойно говорит, слушай, дорогой, пойди, пожалуйста, поменяй ему памперс, потому что запах пошел. И мужчина без каких-либо, там, знаете, закатываний глаз, как бы, слушай, я тут с мужиками, да, там, беседы веду. Он говорит, сейчас, то есть подошел, подхватил малыша, пошел в комнату, переодел, вышел и дальше уже продолжил беседу, да. Скажу сразу, да, я лично не знаю, чтобы мужчины готовы были сделать вот такой вот шаг, как эта женщина на глазах, там, моих, там, друзей, соседей, не знаю. Мне тут указывает, чтобы я там шел, занимался бабскими делами. Это вот такая вот особенность. То есть это та особенность, которую многократно наблюдала я здесь, в Америке, и меня первое время просто поражало количество мужчин, пап с детьми на детских площадках. Их просто гораздо больше, чем мам. Такое ощущение, что папы сидят дома, да, с детьми, а мамы вот на работе. В принципе, как бы, ну, просто обратная ситуация от той, которой привыкла видеть я ранее, да, в моей стране. Как же мы решились, да, на нашего малыша? Кто-то мне тоже пишет о том, что уже поздно, и мне уже тоже нужно быть бабушкой, и мужу моему тоже быть дедушкой. Начнем с того, что сейчас все-таки время меняется. У меня есть девочки, знакомые, у меня моя подружка тоже, которая в Украине. Я ее лишь на год старше, то есть вот мне будет 43, а ей будет 42. У нас сейчас плюс-минус одинаковый срок беременности. Я на 5 недель, как бы, раньше рожу своего малыша, да, вот у меня сейчас, какая у меня сейчас неделя, дайте мне вспомнить, 29-я, да, а у нее вот на 5 недель меньше. Точно так же есть еще несколько других девочек, которые тоже проживают в Украине, и тоже у них примерно такой же возраст, как у меня, и тоже кто-то уже родил, кто-то ожидает малыша. Я бы уже сказала, что на самом деле, да, стать мамой, когда тебе за 40, уже встречается и воспринимается людьми, да, в принципе, более-менее адекватно. Конечно, есть те, которые высказывают свою точку зрения и считают это в корне неправильным. Это ваше право, да, но опять-таки это наша жизнь и наше решение. И здесь, в Америке, действительно, очень много женщин становятся мамами, ну, постарше, действительно, порой даже первого малыша рожают только, да, ближе к 40, скажем так. Итак, как решились мы? Тоже своеобразная такая долгая история, не буду ее вас в нее сейчас вовлекать. Но когда вот мне было 40 лет, Кате и Никите было 4 года, мы начали как-то обсуждать вот следующий момент. Чет меня спросил, сказал мне, да, что я ему дала возможность, в принципе, реализоваться именно так, как он хотел. На момент нашей первой с ним встречи, встречи онлайн, благодаря сайтам знакомств, мы обсудили, да, тот момент. Он меня спросил, что для меня является важным в отношениях, к чему я стремлюсь. И, соответственно, он сказал, что является важным для него. Он сказал, что он хочет строить карьеру, и ему нужна именно та женщина, которая будет его в этом поддерживать, а не пытаться сдерживать. И его, рост его карьеры во многом зависит именно от наших частых переездов. И он меня спросил, то есть готова ли я буду к частым переездам, учитывая, опять-таки, что у меня был ребенок, это школы. И, то есть, соглашусь ли я на этот шаг или нет. Потому что без этих частых переездов он, в принципе, останется на том же месте, да, откуда мы и начинаем строить наши отношения. А возраст у него уже был 40 лет, и он бы хотел позволить себе расти стремительно в карьере, потому что в своем первом браке он себе этого позволить не мог. Соответственно, уже время ушло, да, такое достаточное. И поэтому для него, когда мы познакомились, да, на сайте знакомств, это было, в принципе, ну, скажем так, первые темы, которые мы обсуждали. Я сказала, что для меня это, по большому счету, не проблема. То есть, если человек, мужчина, да, готов развиваться, готов давать семье, я это буду, наоборот, поддерживать. Потому что это, в принципе, по большому счету, то, к чему я тоже всегда стремилась. Я никогда не боялась поменять работу. Если вдруг, да, я видела, что на другом предприятии, там, и зарплата больше, и модели легче. То есть, я смогу, ну, скажем так, больше заработать. Поэтому я всегда поддержу в этом направлении. Он спросил меня, чего бы хотела я. Я сказала, что я тоже, разумеется, ищу того мужчину, который не побоится взять на себя всю эту ответственность. И я очень хочу, всегда хотела, как бы, большую семью. И, ну, я бы хотела бы еще одного ребенка, дочь. То есть, для меня было важно, чтобы мужчина был готовым к тому, что в нашем браке, в совместном, будет еще один ребенок. Потому что ведь тоже немногие к этому готовы. То есть, он мне тогда сказал, что, разумеется, единственный момент, да, то есть, что мы должны все-таки больше узнать друг друга. И нет смысла нам сегодня расписываться, а через 9 месяцев уже нянчить ребенка. То есть, мы должны все-таки больше узнать друг друга. Всю нашу историю вы, в принципе, плюс-минус знаете, постоянные подписчики моего канала. В общем, это была такая маленькая, да, предыстория, потому что она очень важна в данном видео. И когда Кате и Никите, вот было 4 года, мне было 40 лет, у Чеда был новый переезд, планировался. И, соответственно, новое повышение. И мы тогда вот тоже были с детками, где мы были какой-то чаки-чиз. Тоже там детки играли, там сюда компьютеры, мы там пицца, да, все тому подобное. Детские развлечения, мы за ними смотрим, они так классно играют, такие веселые, такие классные. Мы сидим, улыбаемся. И тогда человек меня спрашивает. Говорит, Марин, мог бы я сделать еще что-то, чтобы ты была более счастлива? То есть, дал ли я тебе то, о чем мы в момент нашей первой встречи, собственно, договаривались? Чувствуешь ли ты себя в наших отношениях действительно счастливой? И тоже, да, сказал, что ты меня поддерживаешь во всем. Он мне за это, об этом он мне часто говорит даже сейчас. И говорит, что, то есть, вот очередной переезд, я понимаю тоже, как это все-таки тяжело дается. И Рома молодец, что он так, в принципе, легко, да, относится ко всем переездам. И тебе я тоже благодарен, потому что даже там Рома на отношение к этому всему, это моя работа точно так же. И да, он говорит, что ты как бы сдержала, да, свое слово, которое ты мне давала. Я хочу узнать, могу ли я что-то сделать для того, чтобы как бы, ну, сдержать и свое слово, тоже сделать тебя более счастливой. Я тогда ему рассказала тоже еще одну историю, да, то есть я его, в принципе, поблагодарила за все, что у нас есть сейчас. Поблагодарила за детей, за то участие, которое он принимает в жизни Ромы. Именно он является ему по большому счету отцом, моделью мужчины в семье, да, на которого Рома равняется. То есть все расходы в этом плане тоже человек берет все полностью на себя. И в будущем, соответственно, сейчас вообще у нас будут расходы расти, учитывая Рома, да, что Роме уже 15, скоро уже 16, первая машина, а потом колледж и все тому подобное. Ладно. Да, я тогда ему сказала о том, что как бы я действительно всем довольна на данный момент своей жизни и все тому подобное. Но, пожалуй, одна единственная идея, которая сидит у меня в голове, в мыслях, в сердце до сих пор, это то, что в свое время, когда в 20 лет у меня был выкидыш на сроке 10-12 недель, затем, это в первом браке, да, было, затем я очень долгое время не могла забеременеть. И я в свое время решила, что, скорее всего, проблема была вызвана именно вот тем фактом, что у меня был выкидыш, мне делали эту чистку, и, возможно, что-то где-то там зацепили, в общем, больше, чем положено. И по этой причине я не могу иметь детей. То есть мы оба проверялись с мужем, первая беременность у меня была тоже, да, от первого мужа. То есть понятно, что как бы у него все нормально, у меня тоже было. И тут мы не можем на протяжении многих лет забеременеть, да, я не могла. То есть я для себя поставила вот такой вот диагноз бесплодие, да, потому что мне как бы сделали эту чистку. И я обговорила вопрос усыновления ребенка с моим первым мужем, и он мне сказал, что давай мы подождем до 30 лет, и если тебе исполняется 30 лет, у нас по-прежнему нет ребенка, мы тогда с тобой обсудим вопрос усыновления, потому что все-таки усыновление это очень такой серьезный шаг, это воспитывать другого ребенка, не своего. Ну, в общем, сказал, что мы с тобой этот момент обсудим. И, ну, да, то есть этот момент у меня, он остался в голове. Я была уверена в том, что я не смогу забеременеть, то есть я покорно начала просто ждать 30 лет. Я понимала, что это действительно серьезная ответственность, что мы пара, да, мы должны прийти к этому решению совместно. И затем я узнала, в принципе, да, через какое-то время, что я забеременела, все хорошо, в 27 лет я впервые стала мамой, мамой моего старшего сына Ромы. Но все-таки вот это вот обещание, которое я дала сама себе, я тоже помню, ходила часто там в церковь, не скажу, что часто, но ходила и я просила, да, скажем так, у Бога и малыша для себя, и тоже вот это вот обещание дала, что я усыновлю ребёнка, я дам ему возможность быть действительно в полноценной семье, буду относиться как к своему собственному. И вот это вот обещание, оно присутствует со мной, и кажется, что я вот его не выполнила, знаете. И когда мне Чед задал этот вопрос, я ему сказала о том, что много-много лет назад я дала вот это вот себе обещание, и я бы его, пожалуй, хотела бы выполнить, что это то, что вот сидит как бы там вечно в моих мыслях, да, вот эта вот невыполненность того обещания очень важного, очень серьёзного, пусть и много-много лет назад. И он мне тогда сказал, говорит, я не против усыновить ребёнка, говорит, если для тебя это, в принципе, важно, говорит, ну как ты относишься к тому, если мы попробуем сперва ещё своего малыша завести. Я, соответственно, говорю, боже, какой малыш? Я говорю, мне 40 лет, я уже по-американски, ой, по нашим меркам, да, по-украинским уже бабушка, у меня уже есть подружки, которые бабушками стали. Он говорит, Марина, говорит, это Америка, говорит, здесь многие становятся мамой в 40. Говорит, давай, говорит, ты просто подумаешь. Говорит, если ты скажешь нет, говорит, я готов, мы узнаем все моменты, да, для усыновления малыша, что нам для этого нужно. Но если ты хочешь попробовать, говорит, просто двух детей сразу, как бы это, понятно, тяжело. Опять-таки, это каждому по комнате, да, то есть мы вспоминаем, что всё-таки у Чеда это очень важный такой момент. Он считает, что мы, как родители, должны обеспечить своим детям какой-то базовый уровень. И то, что у каждого из них должна быть своя личная комната, это для него является, скажем так, одним из основных моментов. И да, я, конечно, сначала была в шоке. Говорю, как же там, в 40 лет ещё малыша. Это, говорю, я рожу, мне уже будет 41. И он говорит, что давай, говорит, ты поговоришь. Ой, ногу засидела. Оп, засидела ногу. Знаете, такое чувство? Я тогда пересяду чуть-чуть. Да, и он тогда говорит, что пообщайся со своим врачом, с гинекологом, задай все вопросы, которые тебя волнуют, беспокоят. Это твоё тело, это твоё здоровье. Я говорю, я тебя не буду в этом плане никак подталкивать. Если, то есть, нет, я приму это с уважением. Нет, мы тогда узнаем насчёт усыновления. Просто в тот момент у нас готовился очередной переезд. И Чед говорит, что нам сейчас нужно будет продавать этот дом, нам нужно будет покупать наш следующий дом. И мне нужно знать, то есть, количество комнат, да, то есть, какой дом мы будем искать. И, в принципе, да, вот так вот мы тогда пообщались. Затем я пообщалась с моим гинекологом, тоже задала все вопросы. Она мне тоже говорит, что с точки зрения вот именно возраста проблем никаких нет. Очень многие женщины, у неё очень много пациентов, которые действительно женщины в таком возрасте рожают и в 40, и в 41, и в 42, и в 45. И, то есть, мы с ней обсудили какие-то моменты. Я, в принципе, для себя подумала, ну, возможно, да. Вот, и, то есть, это была только одна часть нашего обсуждения. Также он мне сказал, что, то есть, в принципе, он готов и к ребёнку в семье, к нашему. И если мы решим, то есть, что это будет малыш приёмный, да, из другой семьи. И в любом случае, то есть, мы должны понять, да, что сейчас мы уже вышли на тот уровень, когда мы можем путешествовать. Мы можем посмотреть какие-то страны, да, там другие штаты. До этого у нас всё-таки были немножечко такие более стеснённые возможности. И Чепни тоже сказал, что если это для тебя является важным, то есть, не вопрос, но тоже, как бы, это тот момент, который важно знать, что тогда мы сейчас, например, позволить себе те же самые путешествия мы вновь не сможем, потому что ребёнок — это в любом случае затраты. То есть, что для тебя является более важным, более ценным, чтобы ты приняла, да, тогда это решение. Ты хочешь посмотреть какие-то страны, ты хочешь больше путешествовать, или всё-таки малыш. В общем, я взяла время, я подумала, и я решила, что для меня по большому счёту страны никогда не были такой вот навязчивой идеей, чтобы я действительно хотела побывать там во всех странах или во всяком случае в каких-то определённых, скажем так. И я, в принципе, понимаю, да, что страны, если я захочу, мы с чем-то можем посмотреть и позже. А вот родить ребёнка позже я не смогу. Так, ну а теперь, пожалуй, о дифирамбах, о которых я говорила в начале видео, да, начну сейчас петь дифирамбы моему мужу. Уверена, что вы все знали, слышали, возможно, даже произносили эту фразу миллионы раз. Женщина рожает первого ребёнка для себя, второго – хорошему папе. Вот, пожалуй, мой муж именно является тем хорошим папой, которому можно родить. И второго, и третьего, ну, конечно, не десятого, но, в общем, можно, можно родить. Он является действительно именно той мужской поддержкой, настоящим папой, который оказывает полностью поддержку в воспитании, поддержку мне. Когда малыши Катя и Никита должны были только родиться, он сам сказал о том, что Марина, так, это наши общие дети, я принимаю участие в меру, да, то есть, когда я дома. Я принимаю участие 50 на 50. Я в состоянии проснуться, покормить их смесью, да, на тот момент, то есть, у меня было недостаточно молока, и мы их кормили либо с сэженным грудным молоком, то есть, с бутылочки, которые просто нужно было подогреть, либо мы давали формулу. Он тоже говорит, что я могу всё подогреть, я тоже могу покормить малышей точно так же, как это можешь делать ты. Я им могу поменять памперсы, я могу помочь, то есть, покупаться, я могу с ними пойти погулять и всё тому подобное. То есть, что он принимает, он хочет принимать участие 50 на 50. Он действительно просыпался со мной, даже учитывая те моменты, что ему тогда нужно было вставать на работу в 3 часа утра. Но, тем не менее, он со мной просыпался и ночью тоже помогал. Я кормила одного малыша, он кормил другого. Что ещё? Памперсы, менял он памперсы пару раз, скажу честно. То есть, если там нужно было, если я была занята, менял памперсы он без всяких там проблем. Но, в основном, памперсы меняла я. Да, Катя и Никита сказали, что они мне с малышом помогать будут, вот только памперсы, чтобы я их не просила менять. Чтобы я их не просила менять памперсы. Но, разумеется, я этого делать не буду. Пришло время, да, когда, например, я тоже сказала, детям было 18 месяцев, когда я тоже Чеду сказала, что я хочу пойти на работу. Как бы я тут засиделась, да, всё это общение, мне нужно больше общения со взрослыми людьми и всё тому подобное. И сказала, что я хочу выходить на работу. Он меня в этом поддержал, да, то есть необходимости у меня в этом не было, чтобы вы понимали. Его вопрос вообще, когда я решила пойти на работу, и малышам было 18 месяцев, он первый вопрос был, говорит, тебе что, недостаточно денег? Вот, но, то есть я ему объяснила, да, то есть почему я хочу выходить на работу. Он сказал, я не вправе тебя сдерживать, просто ты должна понимать, да, учитывая, там, твой уровень языка, образование, которого, в принципе, у меня нет, да, американского. То есть ты можешь работать, по большому счёту, это, ну, вот, магазины, да, то есть ты готова, я говорю, готова, я говорю, там, мне большего и не надо, просто на несколько часов в день, там, на 4 часа в день я хочу выходить на работу. То есть мы обсудили, он сказал, опять-таки, да, что нет смысла отдавать детей в детский садик, детские садики очень дорогие, я никогда не смогу заработать столько, чтобы их покрыть, тем более сразу на двух детей. И он говорит, что если ты готова, я буду приходить с работы, сидеть с малышами, а ты тогда можешь ехать на работу. То есть и таким, в таком режиме мы были полтора года, полтора года до нашего нового переезда, до его нового повышения, пока он мне не сказал, да, что теперь у него больше обязанностей, у него меняется график, и, то есть он просто не сможет быть дома достаточно рано, чтобы сменить меня, ну, чтобы я могла поехать на работу. Вот так, в принципе, вот так, да, то есть он мне действительно очень много помогал, он меня очень многому научил. Ну, как бы это странно, да, не звучало, всё-таки Катерина и Никита родились, мне было 36 лет. И я ему за это действительно очень благодарна, мне очень легко их было воспитывать, я совершенно не уставала, у меня было время на всё, и на себя, и на готовку, и на общение с подругами, и с родителями, ну, пусть даже в видеоформате. Поэтому, да, я знала, что он тоже хочет ещё раз испытать вот это вот чувство отцовства. Были у нас, конечно, такие разговоры тогда, да, когда я говорю, что, слушай, тут уже пару лет, да, у тебя уже старший может стать папой, затем там пару лет у меня уже Рома тоже подрастёт, я говорю, мы уже будем нянчить внуков. И тогда мне Чет, вот относительно внуков, да, он сделал, я считаю, достаточно разумное замечание. Он говорит, когда это наши внуки, мы можем нашим детям только лишь помочь, но мы не имеем права воспитывать их так, как нам кажется более верным. когда это наши дети, мы их воспитываем именно так, как мы считаем правильно, что нам никто не должен указывать, как нам их воспитывать, чему нам их учить, как нам их этому учить, да. А когда всё-таки это наши внуки, мы не имеем права указывать нашим детям теперь, как воспитывать внуков. И, скорее всего, мы будем где-то в чём-то не согласны, но мы не имеем права начать им указывать на их ошибки. Мы должны воспитать своих детей таким образом, чтобы они правильно воспитывали своих детей. То есть мы должны быть нашим детям примером. В общем, вот так мы пришли к этому решению. Это действительно было достаточно взвешенное решение, взрослое, обдуманное. Мы к этому шли несколько лет, можно в принципе сказать. И на данный момент нам осталось всего лишь 10-11 недель и уже в этой кроватке будет полноправный хозяин. Все, на этом все. Надеюсь, видео было вам интересно. Пусть и в формате вот такой вот говорящей головы. Я планирую сделать тоже еще выпуски с ответами именно на ваши вопросы. На самом деле я получила от вас множество достаточно интересных вопросов. Я никому никогда не навязываю свое мнение. Вот когда там тоже делали замечание относительно того, что как, где должен спать малыш. Я делюсь с вами моим мнением, то, что работает для нас и для нашей семьи. Если, скажем так, вам эти рекомендации кажутся интересными, здорово. Если нет, вы точно так же имеете право на свое мнение, как на свое мнение имею право я и мой муж Чет. В любом случае, я надеюсь, что вы подписаны на мой канал, ставите мне лайки, оставляйте комментарии в поддержку. И в принципе, увидимся с вами уже завтра в моем новом видеовлоге, где я подготовлю для вас новое очередное интересное видео. Все, всем большое спасибо и до встречи уже завтра. Пока-пока.